привет меня зовут лера новаторская сегодня мы будем говорить с вами про роспись кожи поговорим мы с вами под процесс росписи я рисую красками альфа корп мне очень интересно и затестить на разных поверхностях да и поэтому я решила расписать некоторые всякие вещи своего этого ежедневного до гардероба и это будет у меня мой халявный кардхолдер тиньков который они дарят вместе с картой это была бы прекрасная реклама но к сожалению мне никто за это не заплатил и мы поговорим с вами сегодня под этот процесс замечательный про ошибки в росписи кожи я думаю что эта тема достаточно актуальна для тех кто хочет попробовать себя в росписи кожи или уже занимается и не может понять в чем же проблемы да какие-то бывают с работами для начала я хочу попросить вас поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал и на мои запасные соцсети которые есть в описании этого видео огромное спасибо за вашу поддержку первая ошибка это подбор красок я буду брать ошибки не по ходу работы да не по важности а по разбору как вы мне пишите в директ или в контакте до или в там в telegram из этих ошибок как раз таки да у меня получился упорядоченный список из пяти основных ошибок многие считают что роспись кожи это вам да не роспись ткани здесь мы ее закроем лаком и ничего с ней не будет такого поэтому можно использовать любые краски что ж такого да какая разница но на самом деле с этим бывает куча проблем и как вы видели в моем плейлисте кожи и кожзамы и моем плейлисте обзор на коленке бывает такое что краска может сама отваливаться от кожи она может значит красить тряпочку с водой да она может смываться от воды и так далее у нас самая неприятная ситуация может быть с красками связано это когда она липнет и когда она липнет чаще всего вопрос именно в краске а не в порядке работы здесь конечно тоже нельзя сказать знаете однозначно сто процентов дело в краске но например многие все равно спрашивают если я буду рисовать акрилексом на коже все будет нормально а я рисую деколой на кожзаме и мне хочется сказать но есть же специализированные краски для кожи если вы хотите заниматься внимание как работой да работать на заказ в этой сфере до росписи кожи то не нужно брать инструменты которые вам для этого не подойдут неужели вам хочется каждый раз устраивать себе такую лотерею и ждать сообщения от заказчика что у него все облезло можно ли ставить уверенную цену на такие работы я думаю что вряд ли а в целом конечно хочется чтобы это была качественная работа выполненная до качественно долговечно и конечно лучше всего использовать специализированные качественные материалы к тому же они есть разной ценовой категории не обязательно покупать краски за тысячу там и выше до рублей за баночку можно обойтись и скажем так меньшими финансовыми своими жертвами и при этом получить качественную работу второй пункт это порядок работы есть определенный алгоритм который приведет вас к стопроцентному успешному результату до без всяких выдумываний и без всяких танцев с бубнами и гаданиями что же пошло не так если поменять пункты местами то бывает такое что не так уж и гарантирован успешный результат также если выкидывать какие-то конкретные до пункты из нашего алгоритма тоже также может оказаться что с вашей работой в дальнейшем будет какая-то проблема поэтому порядок работы здесь тоже очень важен и если выкидывать из него какие-то пункты это будет ошибкой которая приведет к неприятным последствиям третий пункт это использование допотопных материалов а именно я имею ввиду хозяйственное мыло раствор хозяйственного мыла такое ощущение что сейчас у нас действительно нету ничего доступного на рынке и мы не можем взять подходящие средства для того чтобы подготовить поверхность но конечно лучше хоть как-то подготовить поверхность чем вообще никак не готовить но тем не менее хозяйственное мыло давайте мы оставим это в далеком-далеком прошлом и будем использовать современные методы подготовки поверхности под роспись этот пункт самый некритичный но тем не менее да не могу его здесь не ставить следующий пункт это вообще в целом определиться а на чем мы рисуем не знаю что за материал у нас в руках мы можем подобрать не те краски мы можем подобрать не ту подготовку не то закрепление и в итоге у нас получатся трещины да у нас может быть она сойдет коркой там пленкой и конечно это будет просто печально и выльется в настоящую до личную трагедию но для этого нужно просто понимать что за материал у нас в руках натурально это кожа кожа зам эко кожа как подойти до к этому материалу что использовать какую подготовку какие краски какое закрепление то есть это все очень важно учитывать и нужно уметь разбираться в материалах на которых вы собираетесь рисовать чтобы не было тоже никакого его неприятного итога очень многие краски могут на натуральной коже ложится прекрасно но при этом на коже сами вести себя не так хорошо или например вы хотите сами покупать изделия под роспись и вам для этого нужно знать то что там за состав для того чтобы просто это продавать вы можете по незнанию до написать это натуральная кожа сто процентов человек купит и увидят что это кожзам и подумает что вы его обманываете и поэтому нужно уметь разбираться в материалах как минимум для этого да ну и к тому же в целом вам заказчик может принести и тоже по там незнанию что за материал сказать я хочу чтобы вы мне расписали куртку допустим и вы увидите что там и нет ни какая-то не натуральная кожа да а у вас допустим у краски которые ложатся только на натуральную кожу и потом вы будете переживать и не знать куда написать как у кого спросить что делать если такое вдруг произошло я сейчас запускаю мастер-класс по росписи кожаных изделий да то есть это именно роспись готовых изделий и я приглашаю вас записаться туда зарегистрироваться материал как раз такой и общеподготовительный чтобы вы смогли сориентироваться и в других работах да и также конкретный мастер-класс по росписи вот этой вот кожаной куртки и бонусный урок по росписи вот этого рюкзака также я добавлю еще один секретный да бонусный урок ну ладно не такой же секретный по росписи акварельной на коже и это будет очень интересно и полезно помимо мастер-класса еще раз расскажу да там будет подбор материалов да как определить какой материал у вас в руках как подобрать краски какой порядок работы какие лучше использовать средства как закреплять до чем закреплять и все такое где брать идеи как составлять макеты это получается как полноценный курс только формате мастер-класса чтобы вы смогли быстро посмотреть сразу же применить и сразу же внедрять в свою работу да и отбить цену этого мастер-класса все вся информация будет в описании этого видео буду очень рада вас там увидеть материалы будут для вас в бессрочном доступе так что заходите на сайте есть все подробное описание и также программа мастер-класса последний пункт это лак до лак может нам испоганить всю работу полностью очень легко взять неподходящий лак который сделает всю работу с желтым оттенком до таким как осадком я не знаю или всю работу сделает с белесым таким налетом также мы можем очень легко взять совершенно неподходящий для нашей поверхности лак и получить какой-то кракелюр или как это правильно называется то есть все будет знаете в трещинку и это будет ужасно потому что такая работа будет отваливаться или например мы покроем лаком наши кожаные изделия и от первого же сгиба у нас все потрескается и это будет катастрофой просто катастрофой поэтому подбор лака и понимание что именно нужно покрывать лаком да это тоже то с чем может быть связана ошибка в росписи кожи нужно быть очень внимательными и обязательно узнать и да уметь ориентироваться в материалах и уметь ориентироваться в своей технике росписи кожи тем временем я уже практически закончила роспись своего карт холдера это специальный чехол для хранения банковских карточек и он будет смотреться теперь очень круто посмотрите я добавила брызги добавила мазки выглядит очень круто краски конечно ложатся обалденно я очень надеюсь что они у меня не облезут никуда вы видели обзор на эти краски я не могу сказать что я довольно знаете на 300 процентов этими красками к сожалению да я бы не могу не я не могу сказать что я довольно хотя бы на 70 процентов процентов этими красками но сейчас у меня есть финишер я проверю с финишером я все это делала значит буду тестировать по злому да с царапинами с ключами в одном кармане и так далее добавляю всякие штрихи выглядит очень классно я не могу мне так нравится эта работа и кстати это вот мой совет бонусный да кроме кроме ошибок я могу дать бонусный совет пробуйте сначала расписывать какие-то свои вещи ежедневного пользования это не обязательно должны быть знаете там куртки кроссовки сапоги и так далее можно начать с мелочей типа обложек на паспорт карт холдеров и так далее визитницы какие-нибудь и все что угодно кошельки то что не всегда у нас на виду да потому что кто-то может стесняться слишком яркие вещи носить и все равно хочет попробовать сделать что-то сначала для себя это будет прям восхитительный вариант спасибо большое что досмотрели это видео до конца пишите в комментариях как вам эта работа буду ждать вас на моем мастер-классе и до встречи в новом видео я надеюсь что все еще в ютубе пока